Подготовка к Рамадану В первую очередь самому себе, а затем всем мусульманам, что одним из самых важных дел, которым нам следует встретить в месяц Рамадан, является искреннее правдивое намерение усердствовать в этот месяц в совершении благих дел и поклонении Всевышнему Аллаху, так как поистине правдивое благое намерение — это одна из причин оказания помощи Аллаха своему рабу и его поддержке. Так Всевышний Аллах сказал в Своей книге, в Суре Трофеи, «О, пророк, скажи тем, которые находятся в ваших руках из числа пленных, если Аллах узнает про добро в ваших сердцах, Он дарует вам лучшее, чем то, что было взято у вас, то есть чем выкуп, и простит вам, ведь Аллах прощающий, милосердный». В другом аяте Суры Победа Всевышний говорит, «Клянусь, что стал доволен Аллах верующими, когда они присягали тебе, о пророк, под деревом в Худайбии, и он узнал, что в их сердцах, и низвел успокоение на них, и вознаградил их великой победой в Хайбаре». Эти два благородных аята указывают на то, что правдивое намерение является причиной помощи и поддержки Аллаха своему рабу. Поэтому верующему рабу следует твердо вознамериться совершать благие дела и поклоняться в месяц Рамадан, а также усердствовать в этом, таким образом, как будто его состояние само говорит за него. «Если я достигну месяца Рамадан, Аллах непременно увидит, как я поступлю в этот месяц». Верующему рабу следует многократно обращаться с мольбой к Аллаху, чтобы он облегчил ему совершение дел, которые приводят к его довольству в этот месяц. Так как цель не заключается в том, чтобы достигнуть этого месяца, а в том, чтобы человеку была оказана помощь и поддержка в совершении благих деяний и покорности. Ведь сколько тех, кто достигают этого месяца, однако остаются без помощи и содействия в совершении благих деяний в этот месяц. Более того, возможно, некоторые даже совершают большие грехи в этот священный месяц. Просим Аллаха оказать нам помощь и содействие. Поэтому мусульманину следует обращаться с мольбой, которой Пророк, мир ему и благословение Аллаха, научил Муаза и Бен-Джабаля, да будет доволен им Аллах. «О Аллах, помоги мне поминать Тебя, благодарить Тебя и поклоняться Тебе наилучшим образом». И эта мольба является общей, применимой как в Рамадан, так и в другое время. Однако нужда в этом дуа усиливается в месяц Рамадан. Шейх Улислам ибн Таимия, да смилостивится над ним Аллах, говорил, «Я подумал о самой полезной мольбе, и оказалось, что она заключается в просьбе к Аллаху оказать помощь в достижении Его довольства». Также следует помнить, что весь месяц Рамадан – это время для обращения с мольбой к Аллаху. Так Всевышний Аллах говорит, «А когда мои рабы спрашивают Тебя обо мне, то поистине я близок, отвечаю на мольбу ко мне. Пусть и они отвечают мне, и пусть веруют в меня, чтобы они шли правильным путем». Ибн Кассир, да смилостивится над ним Аллах, сказал в комментарии к этому аяту, «В упоминании Всевышним этого аята, который побуждает к обращению к Аллаху с мольбой между аятами, рассказывающими о положениях поста, указание на то, что следует усердствовать в мольбе при завершении количества дней поста, и более того, при каждом разговении». Конец цитаты Ибн Кассира. Так в Сунни до нас дошли хадисы, подающие надежду, что мольба постящегося будет принята. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «У трех людей непременно примется мольба. У справедливого правителя, у постящегося до того, как он разговеется, и у притесненного. Его мольба поднимется выше облаков, и откроются ей врата небесные. И тогда скажет всемогущий Аллах, «Клянусь своим величием, я непременно помогу тебе, даже если это будет через некоторое время». Так стремись же, о раб Аллаха, усердствовать в мольбе в месяц Рамадан, «Ведь тот, кто настойчиво стучится в дверь, заслуживает того, чтобы ему эту дверь открыли».